12.07 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Владимир Сметанин. И Светлана Занько, еще раз добрый день. И сразу же приветствуем нашего гостя, председателя Законодательного собрания Кировской области. Владимир Быков с нами. Владимир Васильевич, добрый день. Добрый день. С наступающим. Спасибо. В студию. Поздравляю наших гостей обычно. Мы хотим сделать мостик из первого часа, где мы активно говорили о выставочной деятельности и о сотрудничестве нашей Ветско-Торгово-Промышленной палаты с экспо-центром, крупнейшим международным выставочным комплексом, который находится в Москве. Крупнейшим в стране. В стране, да. С экспо-центром. Да, крупнейшим в стране, который работает на международном, в том числе, уровне. На самом деле мы уже задали этот вопрос до начала нашей беседы в прямом эфире, я имею в виду Владимира Васильевича. Вы поддерживаете, насколько мы понимаем, чтобы наши предприятия тоже имели возможность здесь у нас в областном центре на высоком цивилизованном уровне демонстрировать себя, свою продукцию? Ну, я думаю, что это действительно нужно, потому что, когда к нам приезжают какие-то, ну, будем говорить, представители, которые хотят посмотреть ту или иную нашу деятельность, я имею в виду, там, лесное хозяйство или оборонку, мы везде готовим, мы выставляем и показываем, что мы сделали, да. Вот дни Кировской области в Совете Федерации, мы там тоже в очень таком усеченном там размере представили наши предприятия, что они могут произвести. И поэтому я думаю, что это очень выгодно в плане того, что здесь иметь выставочную площадку, на которой можно показывать все, что мы делаем, это будет гораздо дешевле, чем это везти в Москву, там оборудовать, монтировать. После этого нас все равно заставят все это забрать, привезти назад, а вы знаете, что собрали-разобрали, это уже потом сложно эксплуатировать. Я думаю, что такая площадка нам нужна. Имелось в виду площадка не просто под экспоцентр, а трансформируемая площадка, которую можно использовать буквально каждый день для потребностей образования, проведения различных конференций и даже, возможно, концертного зала. Я полностью вас поддерживаю, потому что любое сооружение, о котором мы говорим о том, что это будет как выставочный центр, можно в любой момент, в общем-то, его использовать по любому назначению. То есть проводить какие-то конгрессы, проводить какие-то обучающие мастер-классы или, в общем-то, делать выставки. Тем более, что у нас на территории области мы очень много проводим различных выставок, которые требуют помещения. Иногда даже, вот возьмите, мастерская, ремесел, да, мы проводим драмтеатры, там столько много, сейчас уже порядка 26 регионов вот в этом году было, мне там просто не хватает места, где разметиться, а люди приходят, люди смотрят. И когда будет пространство, там, конечно, это интереснее показать и интереснее увидеть. Поэтому я считаю, что многофункциональная такая площадка, которая может использоваться под любые назначения, вплоть до спортивных каких-то там соревнований, она нужна. И я думаю, что такие разговоры же у нас идут, и мы давно хотим, только мы как-то можем найти того, кто бы нам эту площадку построил. Ну, давайте к 650-летию ставить такую задачу городу. Может быть, государственно-частное партнерство? Развивать это. Любые, как бы, варианты хороши, надо посмотреть. И я думаю, что это перспектива, и я считаю, что в ближайшем будущем нужно это делать. Ну, раз уж мы заговорили о площадке, которая прежде всего должна помочь нашим предприятиям, нашим регионам в экономическом направлении продвинуться дальше, то давайте с экономических вопросов и начнем. Мы уже слушателям нашим анонсировали, что мы подводим своеобразные итоги года, да, и какое-то планирование мы, может быть, сделаем на будущий год. Какие самые важные вехи в экономическом направлении в работе ОЗС мы можем отметить, Владимир Васильевич? Вот я сегодня утром вернулся из Москвы, где участвовал в работе заседания Совета законодателей Российской Федерации, которые подводили итоги своей работы. И именно последнее заседание, собственно говоря, в конце уходящего года будет очень сложный и тяжелый вопрос. Это о состоянии перспективы совершенствования межбюджетных отношений, то есть Федерации и субъектов Российской Федерации. И вот действительно, наверное, впервые и Совет Федерации, Матвеенко Валентина Ивановна говорит, что нужно сделать все для того, чтобы субъекты были самостоточными, чтобы они могли свои вопросы решать у себя сами. Это же прозвучало Иисус и Володина. И я думаю, что у нас впереди очень большая перспектива по этой работе. Поясните все-таки, что имеется в виду. Иисус и Володина Иванова прозвучало о том, что вот ту программу, которую сегодня внедрили по реструктуризации долгов, и мы попали в эту программу, и на сегодняшний день, на вчерашнем заседании, к нам не прозвучало никаких замечаний, хотя вот наши соседи из республики Мордовия, они, собственно, были отмечены в докладе Силванова о том, что, в общем-то, там работа в этом направлении ведется не так, как хотелось бы. Поэтому то, что мы сегодня делаем именно в плане взаимодействия нашей области с Министерством финансов, вот на перспективу, на развитие, дает нам возможность того, что мы с вами, вот реструктуризируем свои долги на 7 лет, а в перспективе мы можем это сделать и на 12 лет, мы сможем улучшить и свое положение. И результат этого, если вот подводить итоги 2017 года, то у нас выросли собственные доходы на 2 миллиарда рублей. Вот это уже то, что можно сказать, как итог той, будем говорить, совместной с правительством области, экономической работы и в том, что участвовали наши депутаты. Потому что мы принимали бюджет, принимали бюджет вот с теми, будем говорить, ограничениями, которые, собственно говоря, нам определило Министерство финансов Российской Федерации. Но мы шли на это осознанно для того, чтобы дать возможность нашему бюджету, ну, лучше хотелось, конечно бы нам хотелось, чтобы это было в течение 12 лет, вот рассчитаться своими долгами и увеличивая, собственно говоря, возможность увеличения своих собственных доходов, решать проблемы, которые стоят перед нами. В этом направлении, вот как итог 17-го года, я могу сказать о том, что у нас появились и территории опережающего развития. Это тоже очень важно. На сегодняшний день это город Вятские Поляны, но мы знаем, что на сегодняшний день еще два города. Это Луза и Белая Холуница. И мы надеемся на то, что вот-вот на выходе решения правительства Российской Федерации эти два города тоже попадут в территорию опережающего развития, что нам позволит привлекать инвесторов. И я думаю, что и Белая Холуница, она, собственно говоря, логистически так, нормально расположена здесь, небольшое расстояние от железной дороги. Это тоже, да, плюс федеральная трасса. Я думаю, что вот здесь точно можно будет привлечь инвесторов, которые могут основать какие-то там производства, предприятия на базе вот этих территорий опережающего развития. Вот как итог, я думаю, экономический. Один из важных итогов экономического развития нашего региона. Ну, я бы еще хотел бы сказать, что есть у нас много положительного сейчас в решении вопросов использования нашего лесного хозяйства. Хотя там еще нужно дорабатывать. Ну, и я хотел бы остановиться о том, что, собственно говоря, решая вопрос утверждения бюджета на 2018 год по сельскому хозяйству, мы там определили, что нам федерация дает полтора миллиарда рублей, собственных своих на 431 миллион рублей, собственно говоря, на уровне 2017 года остается. Но благодаря вот совместной работе депутатов-аграриев правительства и лично губернатора вот на сегодняшний день прозвучало, в общем, сначала как, ну, будет какое-то предложение, на сегодняшний день уже губернаторы-аграрии вместе готовят проект. Один миллион тонн молока. Это тоже для нашей области очень важно, если нас поддержит правительство Российской Федерации, а я думаю, что это будет такая поддержка, то это тоже даст толчок развитию нашему сельскому хозяйству и, собственно говоря, наполняемости нашего бюджета. Владимир Быков у нас в студии. Мы продолжим подведение итогов года 2017 в нашем эфире через полминуты. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Владимир Быков, председатель законодательного собрания Кировской области. И нас очень интересуют все-таки вопросы. Просим пояснить, что имела в виду Валентина Матвиенко, когда сказала, вот сейчас буквально недавно на встрече представителей законодательных собраний субъектов, что субъекты должны быть самодостаточными. Вот из уст Валентины Ивановны прозвучало, что наше государство, мы федеративные государства. И поэтому для того, чтобы могли регионы жить, надо изменить систему разделения налогооблагаемой базы. То есть вот соотношение налогов или 30 оставлять в регионе 70 федерацию, то есть или 50 на 50. Вот в этом направлении сейчас будет работать. И, собственно, за эту работу в правительстве отмечает вице-премьер Козак, Силуанов, и вот перед нами министр и Орешкин, министр экономического развития. Поэтому для нас важно то, что вот сейчас об этом заговорили на уровне Совета Федерации и Государственной Думы. Тем более, что вот начиная со вчерашнего заседания, у них там год Государственной Думы отвечает за совет законодателей, год Федерации. Вот сейчас правление принесли в руки Валентины Ивановны. Я думаю, что вот эта работа, она будет в 2018 году более такой активной. И уже при формировании бюджета на 2019 год мы, наверное, уже сможем там с вами видеть те возможности, которые появятся у субъектов для решения, собственно говоря, своих задач. Потому что проблем очень много, и мы должны откровенно об этом говорить. Вот мы получаем средства для строительства новых школ. Это очень здорово. Мы должны вкладывать средства и в ремонт старых школ. Благодаря работе депутатов мы в 2017 году 60 миллионов на эти цели выделили. Но ведь на 2018 год мы опять эту цифру будем выделять из доходов, которые мы получим в 2018 году. А ремонтировать их надо. Это мы говорим только про школы. А состояние детских садов, оно тоже у нас вызывает такого более пристального внимания. Поэтому мы надеемся на то, что, собственно говоря, мы получим возможность решать все те вопросы и те проблемы, которые стоят перед бюджетами, я имею в виду, субъекты Российской Федерации, помогать нашим муниципальным образователям. В первую очередь, насколько я понимаю, социальные сферы, да? В первую очередь мы надеемся на то, что мы получим результат в этой работе для решения социальных вопросов. Но, понимаешь, 50% или 30%? Это большая разница. Засловно. Не надо будет ходить с протянутой рукой в Федерацию по любому поводу, потому что, чтобы мы не планировали, мы сейчас говорим, что необходимо участие в федеральных программах, необходимы деньги из Федерации. А тут у нас будет большее поле для самостоятельности, но и спрос ведь тоже, да, Владимир Владимирович? Спрос, вы поймете правильно, если мы получим, как бы, сказать, больше, более такую независимую экономическую свободу, да, то с нас будет больше спрашивать, а что мы сделали и к чему мы идем. Вот, я считаю, что, ведь, если брать субъекты там, где сильный глава региона, и он мог там пробить там какие-то средства на какой-то проект, да, то, ну, там как-то все и двигалось вперед. Вот, у нас Игорь Владимирович на сегодняшний день тоже является таким локомотивом. Мы говорим, вот, путепровод в городе, его тоже могли заморозить, но мы видим, что на 18-й год 800 миллионов, на то, чтобы мы, и на 19-й, 820 миллионов, это благодаря усилиям губернатора. Но, наверное, было бы проще, если бы мы эти средства находили у себя. Те же самые дорожные фонды, порой там уже и нам федерация говорит, что в некоторых регионах деньги из дорожного фонда идут там на погашение зарплаты, там, в исполнение майских указов, хотя это неправильно, эти деньги должны идти чисто на решение вот тех вопросов, которые мы должны решать. Это дороги и в районах, это дороги в муниципалитетах. Опять же, все зависит от того, мы благодаря губернатору попали в агломерацию городов, Киров, Слободской, Кирово-Чепецк. И мы на 18-й год, благодаря усилиям губернатора, получили еще миллиард 200 миллионов на дорожно-выличную сеть этих городов, так называемой агломерации. То есть, если вы помните, когда-то в свое время я мечтал о том, чтобы все-таки как-то это объединить и создать. И дороги проложить. Да, сегодня это притворяется в жизни. Но это притворяется в жизни не решению там главы города Кирово, главы Кирово-Чепецка и Слободского, это решил глава региона. И пошел просить федерацию. Так он пошел, он доказал, и мы уже второй год благодаря ему. Поэтому, наверное, будет больше времени у Игоря Владимировича заниматься делами и вопросами в регионе, если мы эти деньги будем получать там у себя, наполнять свой там дорожный фонд региональный, но и муниципальный они же тоже существуют. То есть, если нам оставить транспортный налог, оставить там тот же там Платон, я думаю, что, наверное, было бы наполняемость гораздо больше. И возможно, что такое распределение налогов повысило бы и конкурентоспособность региона. И появилось бы вот то планирование качественного выполнения дорожных работ. Мы могли бы уже, зная о том, что у нас средства есть, планировать эти работы в декабре, в январе-феврале проводить там аукционы. А не ждать трансферы. Конечно. А нам просто Министерство финансов запрещает, пока нет этих средств, мы не имеем права проводить аукционы. И поэтому порой бывает, что мы выходим уже там в апреле, в мае, а у нас, к сожалению, лето такое короткое, и уже там в сентябре идут дожди, и потом начинают все там великие специалисты появляются по качеству строительства дорог. Вот в снег ложат асфальт и все остальное. Вот это бы решило бы массу проблем, и даже по строительству. Вот, например, тоже отдаются, сейчас вот хорошо, что по школам дали средства, которые перейдут из 18-го, там, в 19-й год, и вот на 19-е и 20-е нам выделили средства для строительства школы микрорайона Чистые пруды. А ведь бывает так, что вот конец года нужно освоить средства, а их не освоили. Возвращаем обратно в федерацию. Так, конечно, начинается стурмовщина, да, начинаются там различные гонки, это качество. А там ставится галочка, так, Киров не справился, будем иметь в виду... А если ты не выполнил, то тебе потом по этой программе ничего не дадут. А если эти средства будут у нас в бюджете, то мы планово будем вести эту работу. Если мы, например, говорим, что эту школу мы там построили, благоустройство мы не успеваем сделать. Давайте строить другую школу, а весной мы там делаем качественное благоустройство. Получается, там стадион, вот в микрорайоне Зиново хорошая школа появилась, но там придется еще много чего доделывать. Ну, дорогу, дорогу тоже. Что успели, что ее успели сделать, и как бы мы получили в полном объеме федеральное финансирование. Поэтому... Что-то я подозреваю, что ваши коллеги все, и вы тоже, наверное, выступили единым фронтом за принятие такого решения о перераспределении налогов, да, изменения процента. Ну, вы знаете, по всей видимости, ведь даже вот когда у нас проходило заседание Совета законодательной привозки у федерального округа, мы тоже на эту тему говорили. И поверьте, у нас есть такие лидеры нашей законодательной творческой работы, как руководители Госсобрания Татарстана, который входит нам, Мухаммед Фарид Харилович, который всегда говорит, дайте средства... Регионам самостоятельности. Да, самостоятельно, все. И в одном только спрашивайте и требуйте, и тогда это будет правильно. Поэтому вот то, что мы в масштабе Привозского федерального округа, я могу сказать здесь большое спасибо нашему полпреду Николаю Ильичу Бабичу, который тоже этому вопросу уделяет очень большое внимание. И вот последнее заседание, которое было в Уфе, он лично принял участие в работе. Потому что все прекрасно понимают, сколько можно спрашивать, но, наверное, из ничего ничего не получается. Поэтому все регионы должны. И эту тему все-таки нужно когда-то было решать. Вот сейчас к этому вопросу подошли. Будут спрашивать, я вот могу сказать, что там с республики Хакасия очень жестко спросили. Поэтому надо быть готовым к тому, что мы должны это выполнить, но мы должны объяснить нашим избирателям, мы должны объяснить, что вот эта плановая работа, она дает результаты. Если посмотреть по бюджету нашему, мы никаких сокращений в социальном плане в этом году не проводили. Наоборот, мы даже некоторые вопросы расширили и углубили. Если взять, например, у нас детей-сирот. Видимо, мы уже переходим к итогам именно в социальной сфере, итоги года. Но я предупреждаю, что у нас две минуты до рекламы. После нее мы продолжим эти социальные итоги подводить. Конечно, продолжим. Я еще раз хочу сказать, что любые планы, они требуют вот именно планового подхода. Конечно, если наш бюджет будет самостоятельным, да, мы будем смотреть, мы будем создавать рабочие места, мы будем создавать возможность получать новые источники налоговложения. Но мы будем понимать, что мы можем более планово решать те вопросы, которые, особенно вот в социальной сфере. Меня больше всего это беспокоит. Беспокоят детские школы, беспокоят детские сады, беспокоят школы, беспокоят благоустройство городов. Собственно говоря, та среда, где мы живем. И не даром, вот мы если говорим о проектах партии, мы говорим о проектах городская среда. Они же получили поддержку всех жителей области. Все голосуют и все с удовольствием даже помогают в этом направлении. И в этом проекте та же самая проблема, о которой вы говорили. То не устали освоить средства, поздно пришедшие? Да, да, да. К сожалению... И качество пострадало, и объем работы тоже. Ну, все зависит от того. Выполнил, значит получает. То есть вот это... С одной стороны, наверное, правильно, что ты должен быть готов к тому, чтобы ты это выполнил. С другой стороны, ведь природные условия, они в разных регионах разные. И поэтому, наверное, надо тоже делать скидку на климатические условия. Если у нас там, если там в Краснодаре можно там круглый год что-то делать, то у нас, наверное, это определяется меньшим сроком. Здесь, я думаю, и нам надо об этом доказывать. Но с другой стороны, проще, когда это все будет свое. Дайте нам больше свободы. С чего вдруг? У нас тут климат плохой. Свободы хватает. Свободы хватает. Надо, чтобы мы именно экономическую такую свободу получили. Экономическую самостоятельность. Сейчас прервемся буквально на полторы минуты и продолжим по социальному направлению и по экологическому. Между прочим, мы о новогодних праздниках даже заговорили. С Владимиром Быковым, председателем законодательного собрания Кировской области, Володя Сметанин сказал, что он хочет, чтобы сократили новогодние праздники. Я против. А Владимир Васильевич сказал, что в Японии отдыхают больше, чем у нас. И ничего. Между прочим, японцы живут, Володя. Ну, в Японии... Не хуже нашего. Нет, Япония, как известно, страна номер один в мире по продолжительности жизни. Если я не ошибаюсь. 84 или 87 лет. Да, да. Или одна из самых. Уже на протяжении 20 лет у них стагнирует развитие экономики. В общем, у нас есть к чему стремиться, а у них начинается период заставки. Вот. Продолжим рассказывать о своих стремлениях и достижениях этого года в деятельность областного законодательного собрания Кировской области. Очень важный итог подчеркнул Владимир Васильевич прошедшего года, который решался и на федеральном уровне, но однозначно с подачей наших законодателей, в том числе региональных, это еще раз перераспределение налогов в пользу регионов. А это значит, что нам дадут больше самостоятельности, если это будет принято. У нас будет больше возможности самостоятельно решать, в том числе и социальные вопросы. Вот давайте о тех вопросах, которые решались в этом году поговорим. Поддержка семей, поддержка детей-сирот, конецкий корпус. Мы с вами являемся свидетелями того, что у нас много лет говорили создать конецкий корпус, создать конецкий корпус. Что-то были слова, 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 и наконец-то мы решили. То есть появилось очень прекрасное здание, которое строили под гимназиум в Проснице для наших одаренных детей. Но так получилось, что что-то забуксовало, и в общем-то принято решение было. На сегодняшний день 200 детей, и если взять, то это дети все из Кировской области. Там 10 или 12 человек только из других регионов. Все остальные наши дети. Сегодня в этом прекрасном учебном заведении получают образование. Это кадеты. Значит, для того, чтобы этот корпус существовал, нужно было внести поправки в бюджет по образованию, по финансированию. То есть это питание, это обмундирование. Так, на кадеты, значит, военные, форма должна быть. Поэтому мы приняли решение в этом году 10,5 миллионов, и в последующие годы, соответственно, 14,4 и 17,7. И поверьте, вот на сегодняшний день, ну, просто смотришь на этих кадетов и радуйся. У них идут плановые занятия, они прекрасно одеты, их хорошо кормят. То есть нет никаких вопросов. Но мы говорим о том, что и к детям, которые, ну, будем говорить, живут и работают, родители у нас, но нет возможности отдать в кадетский корм, потому что дети еще очень маленькие. Здесь мы тоже приняли решение, это при рождении второго ребенка мы начинаем им платить 5 тысяч, если он не входит в детский сад до 2,5 лет. Вы слышали, президент сказал о том, что 10 тысяч платить, да? То есть мы начали, нас поддержали на федеральном уровне. 10 тысяч за первого ребенка? Нет, за второго. За второго? За второго ребенка. И на сегодняшний день, собственно говоря, поставлена задача, чтобы мы в ближайшие 3 года сделали так, чтобы у нас появились ясельные группы, чтобы дети, начиная с 2 месяцев, могли посещать эти ясельные группы. Но я думаю, что у них не 10 лет, а с 1,5, как раньше было, до 3 лет, это будет очень здорово. По детям, сиротам, значит, мы, те, кто учится на очном отделении, у них увеличено, значит, содержание, и вплоть до 23 лет, если они будут учиться, значит, и мы им увеличили, в общем-то, на проживание, на приобретение одежды, обуви, это, значит, 40 тысяч в месяц. В год. В год. На 40 тысяч в год увеличили. Да, это увеличили. Значит, мы по детям, сиротам, которые учатся в городе Кирове, приняли решение о том, что у нас закон не позволял приобретать жилье, значит, новое, ну, вернее, для обеспечения жильем, там, ими не менее 26 квадратных метров, принято решение, что дети, которые обучаются, независимо из какого они района нашей области, могут приобретать жилье и будет обеспечиваться жильем в городе Кирове. Вот общая позиция депутатов в законодательном собрании, чтобы не на вторичном рынке приобретать жилье для детей, а только лишь новое жилье. Это будет как стартовый капитал и на последующем жизнь. Вот буквально на днях завтра, кажется, будет открываться, 27 числа, будет открываться новый дом, который построили девятиэтажкой, это в Коминтерне, значит, именно для детей и сирот. Комната-студия, не менее 26 квадратных метров, это уже то жилье, которое может, ну, там, женился, вышла замуж, продать, убавить какие-то средства, то есть это стартовый капитал. А если купить вторичный, ну, это была какая-то такая, ну, пусть даже отремонтируют, пусть там что-то пойдет в порядок. Поэтому вот мы решили для того, чтобы, значит, эти дети имели такую возможность им предоставлять новое жилье, и те, кто учится и могут здесь получить работу, такое жилье обеспечить в городе Кирове, хотя, в общем-то, и это остается у себя в районе, там тот же вопрос будет решаться. Это вот что касается наших детей, что касается заработной платы, то мы в этом году до конца года выделили 754 миллиона, а вот уже на 2018 год с учетом МРОД, значит, нам Федерация выделила 810 миллионов рублей. И это тоже благодаря, вот, собственно, работе Игоря Владимировича, потому что личные контакты позволили увеличить нам на 10% средства для выравниваемого бюджета. Ну, я могу сказать, что из всего нашего бюджета 65% это идет на социальные, это 30 миллиардов рублей на социальные вопросы, а все остальное уже идет на другие вопросы. Это мы по этому году говорим, да, по уходящему? Да, по уходящему. Значит, что касается на следующий год, я уже говорил о том, что у нас бюджет профицитный, 48,3 миллиарда рублей это у нас доходы, расходы 47,5, профицит 781 миллион, это вот то выполнение одной из требований МРОД, который упадет на погашение наших кредитов. Вы говорили в перерыве, что президент поставил задачу решить проблему с вот долгами-то как раз регионов, и что это значит? Значит ли, мы просто немножечко тоже шаг назад сделаем, значит ли это... Списания не будет, это просто невозможно и не надо ждать. Почему? Потому что вы знаете, что вот когда задавали президенту вопросы, там прозвучало о списании кредитов населения, о списании долгов за коммунальные услуги. Там тоже это, ну, очень большие суммы. Здесь дается возможность и, ну, нам заработать самим, то есть нам дают, собственно говоря, вот 7 лет на сегодняшний день мы получили, дают возможность, собственно, продлить до 12, но это позволяет, собственно говоря, нам планомерно выйти из этой вот нашей кредитной ситуации. Если бы мы не получили такой возможность, мы должны были в этом году, там, заплатить 12 миллиардов. Ну, представьте, что это было. Да, я почему задаваю такой вопрос? Этого вот списания не будет. Просто когда мы говорим о социальных программах, о социальных выплатах и что мы делаем, все время хочется, конечно, чтобы больше денег освободилось, чтобы большему количеству людей можно было помочь, учитывая, что все-таки стагнирует экономика серьезная, тут и геополитические проблемы повлияли на эту стагнацию. Все время хочется где-то взять еще денег, чтобы всем помочь, но из того, что мы сейчас видим, мы понимаем, что жизнь, она всегда действует по одним правилам. Помоги себе сам, что называется, хочешь жить лучше, заработай эти деньги. Региону придется зарабатывать, правильно? Региону придется работать, региону придется зарабатывать. Но я могу вам сказать, что если мы с вами в том направлении, в котором мы сейчас движемся, открывая новое производство, давая возможность, нам еще сегодня очень помогает наша оборонка. Потому что все предприятия загружены заказами, все предприятия очень хорошо работают, поэтому у нас есть возможность, собственно говоря, вот как-то за счет прибыли этих предприятий пришить свои договоры. Если вот о чем я говорил в самом начале, пойдут нам на встречу и больше доходов, налогов будет оставаться у нас в регионе, то мы быстрее выйдем из этой экономической зависимости. Но прощать и списывать тоже нельзя, потому что там приводятся примеры, когда проводили пенсию с крупной, что много проектов, которые не обеспечены ни своими средствами, ни федеральными, начинают, потом получается недострой, и начинают потом ходить по министерству, вот, знаете, нам деньги, нам надо это достроить, важный социальный объект. Вот это тоже будет, в общем-то, наказываться и не будут это одобрять, потому что нужно жить по своим средствам. Исходя из этого, вот мы буквально в пятницу открыли новый, понятный комбинат Мурашах, это новые места, там 400 с лишним человек будет работать. Такого в Мурашах не было в производстве, то есть уже и район по-другому заживет. И, собственно говоря, вот в посыл тех сегодняшних решений, которые прозвучали на нашем вчерашнем заседании, и, собственно говоря, и решение губернатора, когда он сказал главам районов, работайте, все, что вы заработаете, будет оставаться у вас. Наверное, это тоже правильно, потому что все равно в районах, вот мы говорим по лесу, мы в этом году получили там около двух миллиардов рублей, на следующий год примерно три миллиарда. Ну, значит, где-то эти деньги там были, где-то там они работали, когда спрашивают, сколько вы еще получаете, десять тысяч, иди в школу работать, не пойду, потому что явно, что там еще какие-то средства, которые он уже получает отдельно. Потом вот мы говорили о том, что у нас есть скрытая такая экономика, особенно, мы говорим, там гаражные кооперативы так называемые. Очень много людей, которые, особенно в больших городах Киров, Киров, Чепец, Слободской, там, различные бригады, там, по ремонту квартир, там, по ремонту автомобилей, которые не платят налогов вообще-то, ни по какой-то форме, там, ни по арсену, ни по тем, ничего. Они же работают, они же получают медицинские услуги, образование, все это идет нагрузка на бюджет. Поэтому есть над чем работать, есть к чему будем стремиться. Я думаю, что в этом направлении мы в 2018 году работу будем продолжать. У нас есть три минуты, и очень важно сейчас подвести итоги, наверное, коротко по комфортной городской среде. И не только итоги позитивные, Владимир Васильевич, но и отметить те вещи, над которыми нужно особенно тщательно работать в грядущем периоде, потому что еще четыре года нас ожидает эта программа. Ну, я думаю, что необходимо продолжить работу, вот, создание зеленого пояса, вокруг, опять же, этой агломерации. Мы, будем говорить, сегодня являемся лидерами в этом направлении. Я думаю, что создав такой пояс, мы создадим, ну, больше такую зону отдыха, где могут жители Кирово-Чепенска, Кирова, Слободского отдыхать и работать. Хотя, в принципе, это, в общем-то, создаст нам очень большую, ну, будем говорить, возможность для того, чтобы города эти дышали свежим и хорошим. Ну, имели очень хорошую такую... Что касается, значит, года экологии, ну, вы знаете, что мы должны к маю месяцу, да, определить регионального оператора, который будет заниматься и с обеспечением или образованием тарифом, потому что будет создан единый тариф по всей области. У нас стоит очень большая задача создания и строительства сортировочных пунктов и создания, будем говорить, межрайонных полигонов. Работа эта сейчас идет очень активно. Мы эту работу держим на контроле. Вот буквально первые заседания, которые будут комитетом, мы как раз и будем обсуждать эти вопросы. Но и правительство на сегодняшний день тоже этот вопрос держит на контроле, потому что буквально вот на конец года пришла масса обращений жителей Котельнича, Орлова, значит, с Котельнича мы, говорит, повезем, значит, свои отходы бытовые в Орлов, Орлов говорит, вы нас засоряете. Поэтому здесь необходимо определиться с местами, необходимо найти инвесторов для того, чтобы вот эти сортировочные пункты строить. Мы такой сортировочный пункт ездили, смотрели, в Чебоксарок построен, построен он буквально между Чебоксаром и Новочебоксарском, и никаких, собственно говоря, для жителей каких-то ислуи, каких-то экологических катастроф. Нескомфорка это не вызвало? Ничего нет, потому что там все это сортируется. И сортировка пока там еще идет вручную. Поэтому работа вот для того, чтобы создание и более цивилизованное, потому что там весь мусор потом отжимается, делаются вот такие брикеты, потом они аккуратно складываются, не так, как у нас сегодня. Просто высыпается, а потом тракторами это давится. Конечно, это вот эта куча, она потом вся эта расплазается, все остальное. Поэтому вот самая главная задача на сегодняшний день, это вот продолжить работу именно в этом направлении. Ну и у нас получается, что с 1 января 2019 года мы, собственно, должны уже выйти, у нас должен заработать единый оператор, мы должны уже определиться со всеми площадками и начать строительство наших сортировочных пунктов. Вот это главная задача. Ну, мы тогда по программе «Комфортная городская среда» сделаем с вами первую программу в январе месяце. Там подведем итоги по городской среде и озвучим планы по ней. Потому что очень, конечно, важно было нам сегодня задать дополнительные вопросы с Владимиром, я имею в виду Владимира Сметанина, Владимиру Васильевичу Бойкову. Да. Спасибо большое, что пришли. Мы вас хотим поздравить с Новым годом, как и всех слушателей наших. Я хочу поздравить всех жителей Кировской области с наступающим Новым годом. И вас. Пожелать вам успехов. И до встречи в январе месяце. Спасибо.